Федина задача Задача номер 639 Так, на мельницу доставили 450 мешков ржи По 80 килограммов в каждом Из репродуктора послышались звуки рояля И чей-то голос запел густым рокочущим басом Жил-был король когда-то При нем блохо жила Милее родного брата Она ему была Вот какой противный король, сказал Федя Блохо ему, видите ли, милее родного брата Он почесал кончик носа И принялся читать задачу сначала На мельницу доставили 450 мешков ржи По 80 килограммов в каждом Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна Вышло 5 килограммов муки Ахахахаха, блоха Засмеялся голос и продолжал петь Позвал король портного Послушай ты, чурбан Для друга дорогого Шеи бархатный кафтан Из чего еще выдумал? Воскликнул Федя Блохе кафтан Интересно, как портной его сшить будет Блоха ведь маленькая Он прослушал песню до конца Но так и не узнал, как портной справился со своей задачей В песне ничего про это не говорилось Плохая песня, решил Федя И опять принялся читать задачу На мельницу доставили 450 мешков ржи По 80 килограммов в каждом Рожь смололи, причем из 6 килограммов зерна Он был титулярный советник Она генеральская дочь Запел репродуктор снова Интересно, кто такой титулярный советник, сказал Федя Он потер обеими руками уши Словно они у него замерзли И стараясь не обращать внимания на радио Принялся читать задачу дальше Так, из 6 килограммов зерна Вышло 5 килограммов муки Сколько понадобилось машин Для перевозки всей муки Если на каждой машине помещалось по 3 тонны муки Пока Федя читал задачу Песенка про титулярного советника кончилась И началась другая Легко на сердце от песни веселой Она скучать не дает никогда И любит песню деревни и села И любит песню большие города Эта песенка очень понравилась Феде Он даже забыл про задачу И стал пристукивать карандашом по столу в такт Хорошая песня Одобрил он, когда пение кончилось Так, о чем тут у нас говорится На мельницу доставили 450 мешков ржи Однозвучно гремит колокольчик Послышался высокий мужской голос Из репродуктора Ну гремит и пусть гремит, сказал Федя Нам-то какое дело? Нам надо задачу решать На чем тут мы остановились? Так, для дома отдыха купили 20 одеял И 135 простынь За 256 рублей Сколько денег уплатили И закупленные одеяла И простыни в отдельности Позвольте Откуда тут еще одеяло С простынями взялись? У нас разве про одеяло? Тьфу, черт! Да это не та задача! Где же та? А, вот она! На мельницу доставили 450 мешков ржи По дороге зимний скучный Тройка борзой бежит Колокольчик однозвучный Утомительно гремит Опять про колокольчик Воскликнул Федя На колокольчиках помешались Так, утомительно гремит В каждом мешке рожь смололи Причем из шести килограммов муки Вышло пять килограммов зерна То есть муки вышло, а не зерна Совсем запутали Колокольчики мои Светики степные Что глядите на меня Темно-голубые Тьфу, плюнул Федя Прямо деваться от колокольчиков Некуда Хоть из дома беги С ума можно сойти Из шести килограммов зерна Вышло пять килограммов муки И спрашивается Сколько понадобилось машин Для перевозки всей муки Не счесть алмазов В каменных пещерах Не счесть жемчужин В море полуденном Очень нам нужно еще алмазы считать Тут мешки с мукой Никак не сосчитаешь Прямо наказание какое-то Двадцати раз Прочитал задачу И ничего не понял Пойду лучше к Юре Сорокину Попрошу, чтоб растолковал Федя Рыбкин Взял под мышку задачник Выключил радио И пошел к своему другу Сорокину Редактор субтитров А.Семкин